Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 августа и очень хорошо, когда Бог тебя слышит и отвечает молниеносно на все твои молитвы. Вот вчера я сидела здесь на краешке бассейна и во всеуслышание сказала, я молю о дождике. Хочу, чтобы дождик был. Сегодня встала утром, дождик идет. Вот вчера было просто так жарко, что я не успела даже вот этот свой собранный урожай, по всему огороду стоят ведра с томатами, не успела перетащить. Ну, Бог откликнулся на мою молитву, послал дождик. Сегодня все, значит, я сделаю. Пришла, чтобы рассказать о томате деликатес. Вчера я пыталась снять о нем видео, но почему-то у меня не получилось что-то там технические неполадки. Вот смотрите, у меня под 213 номером сорт деликатес. Выращиваю в этом году впервые, но хочу о нем рассказать подробно, потому что сорт этот заслуживает внимания, он достоин этого. Хотя вот вчера в комментариях одна зрительница уже написала, что высаживать его больше не буду, потому что он крутит листья. Я вам сейчас скажу, да, у меня он тоже, сейчас покажу даже лист, начал закручивать листья почти сразу после того, как я его высадила. У нас было очень жарко, и он вот так вот, видите, как лист неровный. Лист у него, во-первых, картофельный, его хорошо ни с кем не спутаешь с другим сортом. И вот смотрите, видите, внутрь вот так листик начал загибаться. Листики так сделались и в теплице, и на улице. Меня сначала это насторожило. Но потом, когда он прекрасно начал завязывать плоды, все это созревать очень рано, плодоносить, я поняла, что вот то, что он закручивает лист, на урожайность и вообще на всю его жизнь совершенно не влияет. Я решила, ну, наверное, это такая, есть же характеристики сорта, вот бывает, что сорт жару не переносит, крутит лист или еще что-то, но если это никак не повлияло, например, на отдачу урожая, я не обращаю на это внимания. На будущий год я его буду садить, и от того, что вот он вот так скрутил листики, как бы вот так вот в кулачки сжимает, ничего страшного в этом нет. Это не болезнь, это вот просто ему что-то не нравится, может быть, было сильно жарко. Но я хочу сказать о плодах. Плоды все ровненькие, розовые, это вот прекрасный представитель мелкоплодных томатов. Я всю до этого рассказывала про мясистые, про мясистые, сахаристые, огромные такие, полкилограммовые, но ведь не все любят крупные томаты, и не всегда нам нужны крупные томаты, например, для консервирования, или просто, когда не хочешь большой томат разрезать, который ты не в силах съесть, можно съесть вот такой, взять розовый. Спелый, вот смотрите, прекрасный сорт. Вот он похож, знаете, своим вот таким вот изобилием, то, что у него много вот этих вот плодов, на сорт штраух. Но только штраух красный, а этот розовый. Ну и розовый, как принято считать, что почему, ну, все сходятся во мнении, что они более такие вкусные, более сладкие. Еще особенность этого сорта, он детерминатный, но он высокорослый. В нем совмещается вот эта высота, в теплице он у меня вырос до самого потолка, он может вырасти до двух метров, но он вершкуется сам, его не надо прищипывать, и он успевает сформировать 6-7 кистей. В каждой кисти там по 5, по 6 плодиков. И они вот все разные, в более жаркий период, они у меня мельче. Вот была прохладная немного, там были дождики, они вот более крупные. Это, конечно, зависит все от условий выращивания, но мне вот этот сорт деликатес понравился. И еще, почему я его оставляю, вот смотрите, у меня в этом году более 100 новинок, сортов, и не все сорта, которые покупаешь в магазине, высеваешь, они не все соответствуют характеристикам. Вот, например, малиновый слон у меня получился не такой, как в описании, гранатовая капля получилась похожа на дебарао черный, на черный мавр, вот пишут, есть такое маниста шоколадное. То есть она без носика, с круглым концом и без полосок. Но она получилась, конечно, вкусная, она все прекрасно у нее, она хорошо, как много плодов, но на гранатовую каплю она не похожа. И еще не похож получился дядя Степа, а вот именно вот этот деликатес, вот как он был на картинке, как он описан, он получился один в один. Это значит, я уверена на 100%, что это сорт деликатес, буду его разводить, потому что вот для таких целей, для консервирования, именно вот, когда не нужен большой, сильно крупный томат, пожалуйста, есть заменитель крупного томата, маленький розовый деликатес. Вкус прекрасный, будет дегустация, я покажу вам. Номер 213 в моем каталоге.